Степка Вейная 1976 года Он был, как никто другой, предельно честен в живописи. Он считал, что природу не нужно украшать, не нужно домысливать. Она сама по себе является самым совершенным творением. Он отдельно выписывал каждый цветок, изучал строение его перед тем, как перенести на работу. Чем удивляет эта картина? Обратите внимание на пространство. Художник, как никто другой, владел воздушной перспективой. Небо – это основа пейзажа. При написании этого полотна он использовал такой прием живописи, как «Алла Прима». В переводе с итальянского это означает «идеальный задний присест». Суть приема проста, как и все гениальное. Художник брал обычную щетку для чистки одежды, окунал ее в краску и протягивал единым неразрывным движением по всей ширине холста, не дожидаясь, пока слой краски высохнет. Благодаря этому на втором плане создается легкая размытость. И когда мы смотрим на эту картину, мы буквально погружаемся в это пространство степи. Такое ощущение, что еще немного перешагнешь через раму и окажешься прямо там. Небо – это была высшая ценность в творчестве живописца. Он говорил, что хлеба и золота никогда никому не хватит, а чистого неба хватит всегда и всем. Одним из его пожеланий при создании картины и галереи была возможность дать Ставропольскому жителю, который живет по одному и тому же маршруту, работа, дом, дать возможность бывать на природе. Фантазия 1990 года, пожалуй, одна из самых знаменитых зимних картин художника Павла Моисеевича Гречишкина. Трудно представить, но в русском изобразительном искусстве до 1828 года ни один художник не мог писать именно зимних пейзажей. Все дело в том, что в обязательном порядке после учебы в Академии художеств художники отправлялись в Италию в творческое путешествие длительностью 5-7 лет. И в Италии, конечно же, никто не писал зимних пейзажей, и наши художники долгое время тоже не могли писать зиму. Карл Брилов, создатель полотна «Последний день Помпеи», не пытался, но говорил, что выходит только лишь одно пролитое молоко. Пока в 1828 году художник Никифор Крылов не написал первый в истории русского изобразительного искусства национальный зимний пейзаж. Впоследствии зиму начали писать и другие живописцы. Эта работа удивительна. Она ахроматическая. То есть она написана в единой серебристо-серой цветовой камне. В картине нет белого цвета. Все достигается игрой палитры. Представлен горный пик Зубсу Фруджу, в переводе означает «клык тигра» и «долина реки Аманаус» – «левиная пасть». Композицию пейзажа художник составил в своей мастерской на основе двух этюдов. По его воспоминаниям, в тот день, когда он работал на пленэре, холод был настолько сильный, что краски замерзали в тюбике. Паэль Массейдж считается непревзойденным композитором пейзажа. Собственно, обратите внимание на реку. Она не ограничивается пространством этой рамы. Она уходит вниз, и она придает динамику и движение всему полотну. Пики тумана повторяют вершины ледника. У этой картины уже очень много лет есть одна особенность, которая заставляет зрителей приходить снова и снова. Считается, что любое загаданное желание при взгляде на этот горный пик осуществится. Впервые эта история появилась лет так 20 назад, когда студенты технологического колледжа загадали у этой картины успешную сдачу сессии. Как удивительно, они все сдали на отлично, впоследствии приходили в галерею. Со временем диапазон желаний расширился, и уже очень много лет посетители приходят к этой картине для того, чтобы загадать свое заветное желание. По секрету сотрудники также загадывали, и наши желания осуществились. Собственно, Павел Моисеевич Кричишкин всегда отдельно выделял именно этот пейзаж. Когда готовился альбом его жизни и творчества, именно эту работу он поместил на обложку. Сам альбом вышел в 2002 году, и эта картина, конечно же, его притворяет. Что удивительно для художника, весь процесс создания полотна, Павел Моисеевич Кричишкин, он не только написал пейзаж, он также сам сделал раму, сам писал этикетки. То есть, весь процесс курировал от начала до конца. Кстати говоря, на втором этаже мы стараемся сохранить именно его авторское видение, размещение экспозиции. Следует сказать, что его картина еще удивительна с той точки зрения, что по ним можно читать историю. Конечно, история в природе, она достаточно долго меняется, но, глядя на его картины, можно увидеть определенные временные изменения. Некоторые пейзажи остаются такими же, как и на его холсте. Некоторые меняются с течением времени. И даже есть такие картины, таких мест в природе, которых уже не существует. Что касается Зубсу Фруджо, то ледник уже в нынешнее время выглядит немножко по-другому. Климатические изменения видны, они тают. Поэтому такой пейзаж можно увидеть только лишь картиной галереи. Перед вами одна из самых знаменитых работ горного цикла «Кавказ-Аунар» 1996 года. Это единственная работа, которую художник посвятил Северной Осетии, которая хранится в галерее. «Аунар» — это родина Костыль Ивановича Хитагурова, основоположника литературного остинского языка, поэта, художника, переводчика. Эта работа имеет свою удивительную историю. Как известно, многие произведения живописи окружают всевозможные тайны и секреты, о чем могут рассказать сотрудники галерей, музеев, а также антикварных магазинов. Обратите особое внимание на то, как горит огонь. Такое ощущение, что еще немного и холст начнет тлеть. Вокруг этой работы сложилась история, которая напрямую связана с этим костром. Многие посетители, которые в течение очень многих лет приходят в галерею и внимательно смотрят на работы, отмечали, что всегда есть ощущение, что отблески от горения огня лежат немножечко по-другому. Такое ощущение, как будто бы огонь действительно играет и меняет игру своих бликов на поверхности. И каждый раз, когда ты посмотришь на этот огонь, у тебя будет стойкое ощущение, что он горел совершенно иначе. Такие истории окружают очень многие произведения живописи. Этюды и станковое полотно составались в очень непростое время. Время, когда Кавказ был в состоянии войны. И сама эта работа была внутренним протестом художника против всех этих событий. Здесь вы также можете увидеть крепости и башни, древние сооружения, кладка в которых настолько плотная, что даже иголочкой невозможно протиснуть между каменьев. Надо сказать, что в этом отношении Кавказ очень напоминает Италию. Как раз таки своими знаменитыми башнями. Например, башню Скаверни. Также на еще одной работе представлены родовые башни. Это Чигемская теснина. Обратите внимание на пространство. Эта монументальная башня выглядит совершенно небольшой на фоне этого мощного горного разлома. Сам Чигем переводится как «сломанная земля». У этой картины захватывает дух. Действительно, вся эта языческая мощь горы, она буквально воздействует на зрителя. Редактор субтитров А.Семкин